«Я научила женщин говорить, но, боже, как их замолчать заставить», – писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня, и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания MagicScope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Здравствуйте! Я аналитический психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от 3 лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни. Но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось, и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты. Это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказкотерапию, анализ сновидений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 44 388. Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна. Дорогие друзья, мы продолжаем наше большое женское ток-шоу, и сегодня у нас в гостях Сергей Кучевасов. Мы поговорим о том, каково продюсировать женские музыкальные коллективы, как создаются спектакли, и что интересного ждет, Пермяков, в лучшие мартовские праздники. Можно начинать уже? Конечно. По порядку, но по поводу женских коллективов, у меня сейчас не один коллектив, и не все женские, просто пальчик мимо самый яркий, самый такой. В мае исполняется год, ну вернее исполняется год, как мы вышли на сцену. Сережа, почему пальчик мимо? Все в лады не попадаете? Нет, да, началось же все как бы со смеха, то есть там после любого концерта, после любой тусовки музыкальной. И Алена, они садились здесь либо на кухню, либо в уголке, брали гитару и пили до упора. То есть все уже там вырубались. Пили все подряд, начиная от зомби, заканчивая, не знаю, Аллой Пугачевой. И в течение, не знаю, 5-6 лет, только ленивый музыкант мимо не проходил, и не говорил, ну когда же вы наконец-то создадите там какую-то формацию, да, проект, и выйдете с кухни на какие-то, на просторы шоу-бизнеса. Ну и в прошлом году я терпел-терпел, и сказал, что 31 мая у вас концерт, ничего не знаю, билеты проданы, давай выступать. То есть коллектив был создан в приказном порядке? Нет, коллектив вообще не был создан, но они как бы сами по себе поют, их на самом деле надо было просто собрать, под белорученьки взять и на сцену довезти, все. Это абсолютно был готовый продукт с самого начала. То есть там я не вмешивался ни в репутационный процесс, я в принципе не вмешиваюсь в художественные вещи, мне это неинтересно. Мне интересно как бы само собрать, везти до ума и как бы там, грубо говоря, продать билеты. Довели до ума? Ну я думаю, что да. То есть потому что, дело в том, что мы целый год, начиная с мая, серия концертов, начиная там в барах, ездили мы в какие-то небольшие гастроли в Уссолье, в фестивальный дом и прочее, и прочее. То есть когда кухонный процесс, это все, ну, на кухне и остается. Когда есть определенные точки, к которым ты ориентируешься, концерт, да, репетиция превращается уже в серьезные вещи. А если есть репетиция, есть концертный опыт, что немаловажно, да, ну сами знаете, то есть это совсем другое. Вот этот сырой продукт превратился, ну, уже в не сырой продукт. Это классно. Есть ли какие-то особенности, вот именно работы продюсера женского коллектива? Ну, я, как бы, мы же тут все за гернеравенство, да? По-разному. По-разному, да. Не знаю, по поводу особенностей, ну, нет, особенности есть всегда. Музыканты, они музыканты есть, да, то есть там кто-то опаздывает, кто-то не опаздывает. На самом деле все очень просто. Надо вовремя позвонить, вовремя предупредить, вовремя напомнить, вовремя, там, не знаю, купить вина, вовремя, значит, там, или вовремя бутылку, опять же, вина забрать. То есть все, тут, как бы, секретов нет никаких, причем я, вот, например, работаю, как бы, сейчас, скажем, с мужским персоналом. Та же самая история. Та же самая история, да, то есть напомнить, поменять струны, ну, в общем... То есть отец по должности, да? Да, 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 ну, завхоз по должности, то есть у меня получается формально. Потому что, на самом деле, это не продюсер, это некая агрегация. То есть продюсер, это все-таки, когда человек, там, он завязан сам на творчестве, там, я на творчестве не завязан. То есть мне просто нравится или не нравится. Тут есть, как бы, аспект такой, что, вот, есть музыка, не знаю, там, сейчас, вот, там, рисунки чьи-нибудь, или, там, стрит-арт художники. Вот они мне нравятся, я хочу, чтобы просто их как можно больше людей услышали, как можно больше людей увидели. Вот и все. То есть здесь, там, нет, здесь, конечно, финансовая составляющая, но она пока мизерная. И говорит о том, что мы, там, зарабатываем какие-то деньги. Мы зарабатываем деньги, то есть мы даже зарабатываем больше, чем многие остальные. Но это, как бы, пока, очень маленькая доля в этом, ну, вот в этом бизнесе. Про две Алисы давайте расскажем. Две Алисы. Ну, тут, опять же, то есть, вот как было с пальчиком мимо, ну, я, во-первых, отвечу на вопрос, почему пальчик мимо. Так как все это было смешно, начиная, первоначально называлась пальчик мимо струны. Но потом, я так и чувствую. Да, мы подумали, аббревиатура, она не совсем, как бы, будет корректна, мы решили сократить до пальчик мимо. Вот и все. По две Алисы есть. Была, вернее, такая кофейня шахматы. В ней работал наш друг. Была, есть. Все, они уже уехали, владелец уехали в Москву, они ее продают, она уже, ну, не функционирует. Она какое-то время проработала, и причем проработала не просто как кофейня, а как некое арт-пространство. Мы там с Сашей Вайнером познакомились. Там все со всеми познакомились, да. Мы благодарны этому месту. И вот он две Алисы там прочитал в одного, где-то в марте, по-моему, прошлого года. И как-то мы встретились, в общем, мы как-то встретились, и никто не помнит, кому пришла идея. Давайте сделаем снова читки Алисы, но при этом девочки, чек-мимо Алены Амира, будут петь саундтрек некий. То есть, мы же все знаем, есть мультфильмы, есть песни Высоцкого, есть там, не знаю, импортные фильмы, там, и так далее. Причем мы туда засунули все подряд. Нас там и Том Вейтс, и Джефферсон Айрплейн, и что-то там еще. И вот, собственно говоря, мы этот проект сделали. То есть, Ваня читает, причем с нами-то читал еще Галли Сущик из «Звезды». Девчонки поют. На этот концерт пришла Лена Полтратская, которая стандарт-художница, которая рисует песком, песочная анимация. И говорит, что таковы слова, что, ребята, я вот буквально некоторое время уже рисую Алису. Вот и все. Это та, которая в трейлере пальчиком вводит? Да-да-да. И из-под пальчика возникают разные образы. Да-да-да. Кажется, что это так просто-просто? Ну, попробуй повтори. Ну, собственно, вот так просто и возник проект «Две Алисы». Мы вонич довели до ума. Первоначально мы хотели сделать премьеру в фестивальном доме, но что-то там не срослось. И мы решили рискнуть. И в ноябре, сейчас помню, к сожалению, дату, мы устроили премьеру в театре Туки-Луки, это ДК Гагарина. За билеты, то есть все по-взрослому. То есть с арендой зала, с рекламой, с всякими этими делами. А теперь 10 марта? Теперь, да, 10 марта. Мы всех приглашаем в Триумф, правильно я понимаю? Мы приглашаем в Триумф, причем я хочу сразу предупредить, билетов осталось мало. Те, которые по 400, по 450, они будут продаваться только до 9, а на входе будет 500. Так что, если кто-то хочет там сэкономить, пока еще можно купить. Девочки. Я хочу задать вопрос. У меня такой, он достаточно, ну, связан с моими личными переживаниями. Дело в том, что я философ и я редактор журнала. И когда я работаю с авторами и их статьями, то мне очень важно, то есть у меня вот этот внутренний мой критерий, получается, отбора, да, то есть один из, вот живая статья или нет. То есть есть ли за ней некая такая живая идея философская, которая, собственно говоря, завораживает. Или, например, оттокивает, но, по крайней мере, вот она живет, да, своей жизнью. Вот вы сказали, вот когда вы, получается, коллектив, да, с кем работать, с кем не работать, отбираете, вы говорите, нравится, не нравится. То есть я так понимаю, что как бы все живые, или у вас немножко другой критерий? Нет, ну, всех же свои пристрастили, да, то есть там, вот, на самом деле, вот, никак, кроме как нравится, не нравится, не объяснить. Есть шикарные музыканты, обалденные, то есть с хорошей техникой, не знаю, там, харизмой, с чем угодно, с энергетикой, ну, все любимые наши слова. Ну, а мне не нравится, ну, не нравится мне. То есть мне, ну, мне не нравится группа Queen. То есть я люблю ее. Но мое, не мое. Да, я люблю ее, уважаю, да, ну, как бы она мне не нравится. Так же и в Перми. Ну, сейчас мы, буквально опять, 16 марта у нас будет в баре «Механик» играть, как бы, Денис Костылев. Это обалденный блюзман, обалденный. То есть там, мы с ним знакомы давно, и он сейчас постепенно тоже входит, так скажем, в орион на нашего влияния, да, корпорации «Вечность». То есть то, что делает он в Перми, не делает никто. То же самое с пальчем мимо. То есть, вот, да, один критерий есть. Этого не делает никто. Кавер-групп полно. Девочка-мальчик, значит, там, девочка-мальчик, значит, там, барабанщик-басист и так далее. Сыграли это, сыграли то. Ну, замечательно. То есть в ноты попали, с голосами все в порядке, но не цепляет. Опять же, не цепляет меня. Кого-то цепляет, ради бога. Якобы, не запрещаю. Но, да, как я все-таки оставляю право за собой. То есть, опять же, поймите, то есть, у нас ведь не какой-то продюсерский центр, там, есть карабас, карабас, да, это агрегация. Маша, еще можно вопрос тоже. Ну, у нас все-таки тема сегодня, посвященная 8 марта, да, в идеальной женщине. Вот у вас есть какой-то эталон идеальной женщины, там, я не знаю. Ну, я 8 марта отмечаю день рождения Андрея Миронова, во-первых. Так, ладно, хорошо. Причем, я немножко отвлекусь вернусь к идеальной женщине по поводу Миронова. Дело в том, что это человек, у которого нет ни слуха, ни чувства ритма. Да, и все об этом говорили, мы и музыканты, и актеры, которые с ним работали. Но на выходе, то есть, собрав силу в кулак, снизу зубы и так далее, выучив при помощи чуть ли не расположения связок мелодию, мы все эти мелодии знаем, мы все эти мелодии поем. То есть, опять же, косо нравится, не нравится, и критерий, что живое, что нет. То есть, кому-то дано, кому-то нет, но есть люди, которые обладают обалденным потенциалом, обалденным талантом, но они нам не нужны. Вернее, они, может быть, нужны, но, как бы, слушать мы их не будем. По поводу идеальной женщины. У меня нет идеала женщины, да и никогда не было. Как так-то? Ну, все равно, ну, хорошо, не идеальная, пусть будет. Ну, какой-то, да, образ какой-то вот женщины, которые вот... Нет, я предпочитаю женщин как бы живых, да, а выстраивать образы, там, какие-то идеалы, это как-то немножко из другой сферы, это не ко мне. Понятно. То есть, вы все равно ближе к музыкантам. Нравится, не нравится. Давайте спросим по-другому. Что нужно, чтобы понравиться Сергею Кучевасову? Не знаю. Нет, понимаете, мы почему, мы хотим упростить человеческую сложную структуру, да, до того, то есть, а, то есть, там, покрасить волосы в черный цвет, одеть, там, не знаю, там, джинсы выкоснуть, все, и привет, там, спеть песню, не знаю. То есть, давайте все-таки оставим это вот, не трожьте музыку руками. Вот есть вот вещи, их можно объяснить теоретически, там, это химия, физика, психология, что-то там еще, там, не знаю, фаза луны, но на самом деле все это ерунда. То есть, там, давайте я вот сделаю вот это-то-это, тролливали, и, значит, там, некий алгоритм, зайду в бар, и все, и Кучевасов мой. Так не бывает. Во-первых, я могу в этом баре не оказаться, а во-вторых, там, ну... Слушайте, вот такой интересный вопрос. То есть, вы общаетесь с креативными людьми и, соответственно, с креативными женщинами, а женщина, которая просто занимается домашним хозяйством, создает уют, вот такая вообще может попасть в фокус вашего внимания? Ну, во-первых, я все-таки журналист профессиональный, да. Креативные люди, я, во-первых, термин не очень нравится, равно, как и творческие люди, какой-то он дурацкий все-таки. Особенно, знаете, есть такое выражение, есть такое выражение, творческая интеллигенция, как будто остальная интеллигенция, это не творческая, если человек инженера, он придумывает, не знаю, там, ракету, он, как бы, ему творчество ни к чему. Вот деление на группы, на какие-то критерии, там, творческие, креативные, там, занимается на хозяйстве, там, да, боже упаси, чем угодно можно заниматься, то есть, опять же, мне странно, то есть, попускай в поле, тут стало некой целью, там, какого-то обладания, да, то есть, поверьте, ничего хорошего там нет. То есть, биться тут не за что. Снял критичность. Ну, мы так, для обзора просто, у нас сегодня в гостях был и мужчина-тренер, теперь мужчина-продюсер, агрегатор, теперь еще кто-то придет. Нам бы женщинам понять, что вы хотите, в принципе, в общем. Вообще я или мужчины в целом? Ну, вообще вы. Не знаю, то есть, тут, еще раз повторю, то есть, мне вот 43, моему младшему сыну уже 20, то есть, поэтому, говорить о каких-то критериях, критерии бывают, наверное, у подростков, да, когда он, он еще не понимает, что к чему, и он начинает восстать идеальный мир, своих фантазий, каких-то там просчетах, даже если он думает не о только там эротизме и прочем, а о жизни вообще, то есть, там, мениться, там, купить телевизор, там. Мне, кстати, недавно, вот сегодня, парень рассказал историю, Паша Силуков, наверное, знаете его. Знаем, Паша. Вот он говорит, вот у меня в 8-м классе был ман, там все серьезно, мы жили вместе в общежитии, думали о покупке телевизора. То есть, это вот реально, конечно, все серьезно. Хорошо, а давайте все-таки еще последний вопрос и закругляемся. А чего категорически нельзя сделать, чтобы, не дай бог, не понравиться Сергею Кучевасову? Да что ж вы опять... Лайфхаки такие, да, то есть там? Да. Ну, знаете, опять же, по-своему могу сказать, есть вещи, которые можно одной женщине простить, другой нет. От чего это зависит, никто не знает. Я в том числе, потому что тут как бы... Это все-таки, знаете, обтекаемые слова. Ой, я там не прощаю предательства, там что-то там, еще измены. Ну, непонятно. Ура. Давайте, может быть, пожелаем что-то женщинам к 8 марта. Поймаем момент, по крайней мере. Нет, ну, пожелание одно, чтобы вот этот непонятный, извините, для меня, тем не менее, прекрасный праздник. Ну, как-то, чтобы вот не концентрировалось все в этот один день, потому что мужчины, наверное, нелепо выглядят своими цветами. И женщины тоже нелепо выглядят. И женщины тоже нелепо выглядят. И все мы выглядим нелепо, и как-то надо бы и до 8 марта, и после, и вместо 8 марта заниматься все-таки делом. И любить друг друга, уважать, чем, и палово, в общем, заниматься нам. Лепости нам, дорогие мои, и на концерт «Виолисы» 10 марта приходите. А мы вернемся в эфир через несколько минут. Спасибо. Спасибо. Спасибо.